Да, я пару слов скажу. Ребята, значит, усилок у нас получился настолько серьезный, что все его гармоники обычными средствами измерения, типа Г318, Г312 и всеми прочими, даже с учетом самых навороченных звуковых карточек, измерить очень трудно, не получается. Для того, чтобы выловить гармоники, очистить, мы используем, видите, вот либо такой вот фильтр, либо вот такой вот даже фильтр. Пассивные фильтры, которые давят вторую-третью гармоники внутреннего, либо Г318, либо даже внутренней этой самой звуковухи. А в звуковухе, Сережа, сейчас достанет, я покажу. В звуковухе приходится подключаться не к входам, этим самым наружным, и тем более через вот сюда, а просто через тот разъемчик, который прямо на плате звуковухи. Сейчас я покажу. Потому что приходится измерять уровни искажений на порядка одной стотысячной процента, или сколько там, минус 140 дБ. А для этого приходится выпрыгивать из штанов даже самой современной измерительной техники. Мы даже отказались от Г3 112 и от Г3 118, потому что они дают слишком большие искажения. А даже звуковая карта, которая 192 кГц и 24 бита АЦП, не просто АЦП, а АЦП. Но это у нас КСОНАР, АСУС КСОНАР, кто там, АСЕ или АСЕ, да. АСУС КСОНАР АСЕ. Так вот, смотрите, что приходится подключаться просто к плате. Потому что если через разъемы идет сигнал, он уже получается больше выдает искажения. Вот этот холодный контакт, который я говорю всегда, что холодных контактов не должно быть в аудиотехнике топового класса. Вон мы пропаиваемся прямо туда, чтобы... Ну я в видео покажу, что когда мы спускаемся до уровня минус 120-130 дБ, искажения это десятитысячные и стотысячные доли процента, то приходится вот такие вот дополнять пассивные ЛЦ-фильтры. Тут ничего активного нету, потому что любая активная микросхема дает больше искажения, чем, собственно, наш усилок. Ну вот такое. Может немножко сумбурно, но чтобы вы понимали, что когда мы спускаемся к коэффициенту гармоник меньше одной десятитысячной процента, там влияет уже все. Не только разводка, собственно, усилка, а даже холодные контакты, подключение всех разъемчиков. А видите, тут все паяное. Тут все паяное. Прямо отсюда, запаяное сюда. И только после этого вы видите видео, я сегодня сделаю дополнительное по этим измерениям, что только в этом случае нам удается начать достоверно измерять эти искажения, которые вносит этот усилитель. Ну все, извините, что так сумбурно. Для измерения беспрецедентно низких нелинейных искажений я использую самую современную и самую совершенную программу REV. Room Equalizer Wizard. Ее спектроанализатор в наиболее удобной, наглядной и точной форме показывает не только уровни гармоник на спектрограмме, но и в виде таблицы, вот такой удобной, которая проградуирована в децибелах, но можно и в процентах. А также видно очень хорошо, кроме вот этих вот гармоник, видно еще и наводки 50-100 Гц сетевые. Но самая классная фича этой программы – это когерентное усреднение. Вот я его сейчас включу, это когерентное усреднение, и вы видите, что точность измерения уровня гармоник повышается на десятки децибел. То мы высшие гармоники, там, четвертую, пятую, шестую, седьмую практически не видели над уровнем шумов звуковой карты, собственно. А сейчас прошло несколько сотен когерентных усреднений, и мы видим даже шестую, седьмую, восьмую, девятую гармоники. И самое главное, что вот коэффициент гармоник, видите, минус 137 децибел, а был минус 128 децибел. То есть на 10 децибел коэффициент гармоник у нас лучше. А вон уровни, значит, помех 50-герцовых вообще были минус 85 децибел, а сейчас минус 130. То есть совсем, как говорится, эти помехи сетевые совсем исчезли. Ну и уровень гармоник минус 138. Это беспрецедентно низкий уровень гармоник. Но смешно, смехота в том, что мне надо еще ниже, поскольку коэффициент гармоник расчетный, коэффициент гармоник УМЗЧ высокой верности ниже одной стотысячной процента. Это ниже минус 140 децибел. И для того, чтобы снизить порог измерения ниже минус 140 децибел, я решил попробовать еще одну фичу в этой программе. В генераторе синусоидальной формы этой программы есть дополнительная фича диссеринга. Диззеринг – это сглаживание младшего разряда цифрового кода звукового сигнала путем добавления маленького шумового сигнала к оцифрованному звуковому сигналу. Но, к сожалению, я... Вот сейчас, видите, выключаю этот диззеринг, а уровень гармоник у меня не изменяется. Вот эти гармоники. Вот я включаю, выключаю диззеринг, а гармоники у меня остаются как были, так и есть. И сейчас изменяю вместо 24-битового 16-битового диззеринг. Все равно никаких изменений с уровнем гармоник, к сожалению, не происходит. Почему так происходит, я не вполне, как говорится, понимаю, поскольку обычно цифровики все, люди, которые занимаются профессионально цифровым звуком, они просто писают розовым одеколоном, как говорится, когда вспоминают про диззеринг или про нольсшепинг. А я сейчас вот не вижу, в упор не вижу, чтобы каким-то образом диззеринг влиял мне на мои искажения. Для тех из вас, кто захочет попробовать помочь мне разобраться, почему же диззеринг не помогает уменьшить порог измерения нелинейных искажений в программе RAW, я привожу аргументы и контраргументы. Ну, во-первых, Википедия на русском про диззеринг и цифровой звук. Вот цитата. В результате диззеринга шум квантования больше не содержит нелинейных искажений, становится ровным и вследствие этого менее заметный на слух. То есть, в результате диззеринга нелинейные искажения должны уменьшаться, да? Я так понимаю, вот эту Википедию. Смотрим дальше. Алексей Лукин, разработчик, любимый многими программами RightMark Audio Analyzer. Тоже вот пишет в статье, смотрите, где тут... Метод, называемый диззеринг. Он заключается в добавлении к исходному сигналу перед округлением специально сгоординированного шума небольшой амплитуды. И в зависимости от свойств этого шума, слышимые гармонические искажения могут быть либо совершенно устранены, либо значительно подавлены. Тоже диззеринг должен уменьшать нелинейные искажения. Вот Википедия на английском. Это 16-разрядный сигнал, ограниченный просто 6-ю битами. А этот, те же 6-бит, но с диззерингом. Видите, и тут, скажи, во всяком случае, вторая, третья и близкие, ну, гармоники низких порядков тоже значительно уменьшены по сравнению с вот этим левым красным рисуночком. Правда, вон, седьмая гармоника выросла. Но все равно общий уровень гармоник тоже понижается. Справедливости ради, я хочу в заключение привести, значит, вот эту вот часть хелпа программы Room Equalizer Wizard. Вот этот хелп по диззерингу. Они тут честно пишут и показывают, что, смотрите, вот эта верхняя картинка, это у нас, значит, без диззеринга, а нижняя с диззерингом. Но обращаем внимание, что наиболее крупные гармоники, вторая и третья, по уровню не изменились, как и в моем эксперименте. Уменьшились только вот эти вот мелкие помехи, так называемые. То есть в программе, как говорится, в хелпе программы ничего не наврано. Как у меня в эксперименте получилось так, что диззеринг не привел к уменьшению второй и третьей гармоники так, и в хелпе к программе Rev указано то же самое. В общем, жду ваши, как говорится, комментарии, и, может быть, кто-то раскусит, каким образом можно еще врубить в программе Rev, врубить, значит, понижение, искажение генератора сигналов путем диззеринга. Буду очень благодарен. Ну, а на сегодня, наверное, все. Удачи! Всегда ваш, Николай Сухов. Ой, и маленький постскриптум к диззерингу. Для тех, кто захочет сам проверить все содержание этого ролика, я привожу настройки, которые я использовал в программе Reo. Ну, во-первых, в преференциях, вот здесь, в преференциях, значит, 192 кГц частота дискретизации и вот эту галочку поставить 332 бит дата, S24 бит, чтобы использовались максимальные биты. Это в преференциях. Теперь, в генераторе. В генераторе. Вот тут вот подставить галочку против Add Disser. Добавить диззеринг. Или 24 бита, или вот сюда вот 16. Ну, в зависимости, может быть, не у всех 24-разрядная звуковая карта, так только 16-разрядная. Значит, тут 16 поставите. Это в части генератора. Ну, и, наконец, в RTA, в менюшках, значит, этого самого спектронализатора, здесь ставятся следующие. В менюшке Distortion Settings, здесь ставим Coherent Averaging. Вот она. Когерентное усреднение. Вот здесь вот. Вот она. Да? Это в Distortion Settings. А в Appearance, вот здесь вот, в Appearance, обязательно поставить галочку Use 64 бит FFT. То есть, процессинг с 64-разрядными числами, который позволяет снизить уровень шумов до минус 160 дБ. Вот он. Минус 160 дБ Full Scale с 24-мя разрядами. Вот с этими настройками, пожалуйста, повторяйте мои опыты, и если кто-то найдет возможность уменьшения гармоник генератора благодаря Distortion буду очень благодарен. Ну, на этот раз уже все. Еще раз всем спасибо. Всегда ваш, Николай Сухов. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok